Галиславица 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 Лазарь из Бетани, из си Марии и ее систры Марты. Мария была той, которая намастила Пана оленьем и волосами своими отрала его ноги. Ей то брат Лазарь хоровал. Сиостры затем послаły до него видимость. Паня, ото хорует Тен, которого Ты кохаешь. Иисус, услышавши то, рекл. Хороба та не смиря ко смерти, но ко хвале Божей. Аби dzięki неи Сын Божий został оточzony хваłą. А Езус миловал Марты, ее систры и Лазаря. Гдя послышав о его хоробе, позовавши два дня там, где пребывал. Доперо потом, powiedział до своих учеников, ходьми znув до Judeи. Рекли до него ученики, раби, допероятно, что Жиди усиловали тебя укаменовать, а ты znув там идешь. Иисус им ответил, что ж джинь не лечит двунасту годин, если кто-то ходит за днем, не потыкася, потому что видит светло этого света. Если jednak кто-то ходит в ночи, поткнет себя, потому что нет ему светла. То сказал, а затем сказал до них, что Лазарь, приятел наш, заснул, лечь идешь его обудить. Ученики сказали до него, что если заснул, то выздоровеет. Иисус говорит о его смерти, а им казалось, что он говорит о обычном щене. Втоды Иисус сказал им, что Лазарь умрался, но радует себя, что мне там не было, за взглядом на вас, чтобы вы верили, но ходьми до него. А Томаш, званный Дидимос, сказал до учеников, что мы также и мы, чтобы вместе с ним умреть. Когда Иисус там прибыли, застал Лазаря уже от четырех дней спочывающего в гробе, а Бетания была отдалена от Йерозолимы около 15 стадиов. И wielu Жидов прибыло перед тем до Марты и Марии, абы я поцесать по утраке брата. Когда Марта доведелася, что Иисус надходит, вошла ему на спотканье. Мария заш сезала в доме. Марта więc рекла до Иисуса, что если бы ты был, мой брат бы не умрел, но и сейчас я знаю, что Бог да тебе все, что, как бы ты просил Бога. Рекла до нее Иисус, брат твой смартфык встань. Марта ему отрекла, что я знаю, что повстанье в часе смартфык встанье был остаточным. Иисус сказал до нее Иисус, что я jestem смартфык встанье и жизнью. Кто в мне верь, что бы и умрел, жить будет. Каждый, кто живет и верь в мне, не умрет на веки. Веришь в то? Иисус сказал ему, что так, пани, я очень верю, что ты будешь Месиаш, Сын Божий, который должен был прийти на свет. Когда она сказала, она пришла и привозила у кратки свою систру, говорила, что учитель тут есть и вола тебя. Скоро заши тамта то услышала, встала szybко и удалася до него. Иисус заши не прибыль еще до всти, но был в том месте, где Марта вышла ему на встречу. Жидки, которые были с ней в доме и поцешали ее, видя, что Мария шибко встала и вышла, удалися с ней, доказали, что идти до гроба, чтобы там плакать. А когда Мария пришла на место, где был Иисус, уйрзавши го, падла ему до ног и сказал до него, «Парни, если бы ты был, мой брат бы не умеет». Когда он увидел ее плакать и плакать жидов, которые там с ней пришли, взрослился в духу, разжевнил и запытаал, «Где го поострялись?» И ответили ему, «Парни, ходи, zobачь». Иисус заплакал. Жидки, то есть, говорили о том, как го миловал. Иисус говорит, что он, который открыл очи невидомому, не мог бы справить, чтобы он не умеет? А Иисус поновне, оказывая глубокое взросление, пришел до гроба. Была то печара, а на ней спочывал камень. Иисус сказал, «Усуньте камень». Сиастра змертого Марта рекла до него, «Парни, уже сухни, лезь, bowем от четырех дней в гробе». Иисус сказал, «Парни, что не сказал вам, что если уйдешь, уйдешь хвалу Божию?» Усунуто, поэтому камень. Иисус взносил очи до гроба и сказал, «Ойче, дякую тебе, что меня выслушаешь. Я вiedziałem, что меня всегда выслушаешь. Но за взглядом на отражающий меня тум, то сказал, чтобы уверили, что ты меня послаешь». То, сказавши, завоал донощным голосом, «Уазаржу, выйдь на зевнор». И высадь в змертый, имея ноги и руки повязаны опасками, а тварь его была овнинта хустом. Сек до них, «Езус, розвяжьте го и позвольте ему ходить». «Иллю затем спощуд жидов прибылих до Марии, уйрзавши то, чего Jezus доконај, уверзило в него». Ото слово пањске. «Уазарж» есть такой фигурой нас, когда мы уже в состоянии раскладу. Когда мы живем, когда мы живем, когда мы живем уже сухнуто. Мы живем, когда мы живем и для нас самым, и для других. «Езус» коха Лазаржа. «Уазарж» позволил на то, чтобы Лазарж достигал того, что ему было. И приходит в определенном моменте, чтобы его вырвать из этого doświadчения, чтобы его вырвать из этой смерти. Поэтому эта фигура Лазаржа есть немного разная от этой фигуры Модзенца Знайн. Поэтому, смотря на нас в этой фигуре Лазаржа, можем видеть те вещи, над которыми уже на правде не имеем żadного панования. Можем видеть те все обсжары нашего жизни, которые для нас самым и для нас самым, и для других, утропиением. И просить Бога, чтобы послаил в то место своего сына в соответствующем моменте, чтобы усунено камень, который нас притлача, и чтобы мы могли выйти и нормально ходить, то значит, что мы можем видеть на новую волность. И волность, которая плынет от Бога, который коха грешника. Швята пасхальные, то есть швята радостные. Мы сегодня имеем много причин для смартфления. Но я хочу сказать, что Христус смартфистал. На самом деле смартфистал. Сидит по правике Ольца, вставит себя за нами. И прийти повторно. Я не хочу сказать, что оно зараза наступит. Но каждое поколение имеет свои знаки эшатологичные, которые могут это поколение уважливить на то, что мы здесь на спacerе, на пельгримце. И что наше жизнь очень крохотная, и что это закончится. И что прийти тот момент, что с Паном Богом мы можем встретиться. И те, кто любит его, тескнет за ним. Они проживали дьес натализ, то день уродин. И тогда. Но те, кто с ним далеко, потребуют, чтобы могли, через наши пощадничества, также, через doświadczenie того, что будут коханы через нас, чтобы уничтожить милости Бога. Я желаю вам доброй Пасхи. Нех те святы будут благословенным часом, чтобы не страдать веры, чтобы не злоткать милости Бога. Чтобы доказать, что Он есть. И Марана та. Может на эту Пасху. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok